Здравствуйте, дорогие зрители, подписчики моего канала. Сегодня я вам хочу показать работы своих детей. Я работаю в среднеобразовательной школе, в учителе музыки ИЗО. И в предмете ИЗО есть раздел декоративно-прикладное творчество. И сегодня в этом ролике я хочу показать, какие же работы выполняют мои ученики посредством прикладных приемов. Итак, одна из работ, которую мы выполняем в 7 классе, это природа, пейзаж, деревья посредством выкладной нити. Мы на клей ПВА выкладываем, выклеиваем обычную шерстяную нить на цветном картоне. Какие-то работы получатся лучше, какие-то хуже. Некоторые из них я вам сейчас покажу. Вот это очень хорошая работа, выполняла ее девочка 7 класса, которая посещает художественную школу. Вот такая работа. Вот это, как объяснил мне ученик Дуб, у которого очень мощный ствол. Вот такая работа. А это работы учеников 5-х и 6-х классов. Идея этого панно была взяла из журнала «Коллекция идей». В этом журнале выполнялось панно просто из цветного картона. Здесь же мы вырезали шаблоны чашечек, обклеивали их тканью, приклеивали на цветной картон и еще украшали разными декоративными элементами. Вот что у нас получилось. Вот эта работа еще и сама основа, обклеенная тканью. Очень аккуратная, удачная работа. Эту работу выполнял ребенок 5-го класса. Вот, посмотрите, здесь есть и цепочка, и интересные пуговицы в виде фасоли, ленты. Такая работа интересная тоже достаточно. Я хочу сказать, что дети выполняют с большим удовольствием и интересы работы подобные. Мне им очень интересно работать с необычными материалами для них. Потому как предмет рисования не может сводиться только к рисованию. Он же называется не рисование, а изобразительное искусство. Вот мы предметы искусства создаем на уроках на наших. А дальше я вам покажу папочку и сборную. Здесь работаем разных классов, разных деток. Вот это работа с 5-м классом. Вышивали мы закладки на картоне. Вот кто-то. Влада даже вышила свое имя. Следующие работы выполнены в технике изо-нить. Это уже ученики 7-го класса. Посмотрите, вот удачная очень работа. Основа сюжета выбирал ребенок такую, какую он сам захочет. Я лишь предлагала варианты. А остальное ребята выполняли сами то, что они захотят. Инь-янь, да? Треупольник. Банты. Вот эту рамочку для фотографии выполняла ученица 5-го класса. Вот она двухсторонняя. Это дальше изо-нить. Конечно, работы я собираю и прошу детей, если вы желаете сами, оставьте, пожалуйста, работу в фонт нашего класса. Вот подобная работа очень похожа, мне напоминает какой-то шовчиковый сэмплей. Очень напоминает. Вот такой корабль замечательный. Вот это техника тычковая. Здесь мы сминаем разноцветные салфетки и делаем аппликацию объемную посредством салфеток. Это работа из соломки. Собачка называется. Это описание урока. Вот такая работа из соломки. Ну и еще есть одна последняя. Буратино уже глазик у него немножечко отвалился. Но тем не менее. Вот такие интересные и разные работы, выполняемые с ребятами на уроках изобразительного искусства. И такие похожи очень работаем. Я еще работаю в воскресной школе православной. И там у нас есть кружок рукоделия. Вот такие работы ребята выполняют с большим-большим...